Добрый день, друзья! В эфире Медиаметрикс проект Мимонод. Сегодня беседуем мы, это Олег Дружбинский и Билли Додалев, с гостем, которого представит на самом деле его старинный товарищ, мой нынешний сведущий сегодняшний, Олег Дружбинский. Спасибо, друзья, что вы сегодня с нами, но с нами сегодня Эдуард Багиров. Вы знаете, его можно, конечно, представлять. Когда-то давным-давно вся Москва была уставлена билбордами со словами «гастарбайтер» и его профилем. И все ходили, озираясь, думали, что случилось. Подоехали тут. Подоехали тут, да. А потом мы как раз в это время давнее уже, это, наверное, сколько было лет? Это был седьмой год, уже второй десяток. Уже второй десяток пошёл, да, мы познакомились. И много интересного… А потом мы познакомились ещё раньше, да. Году в пятую, в четвёртую. Да, но много интересного произошло с тех времён. Краткий экскурс в историю я, пожалуй, проводить не буду, потому что он будет такой краткий, что мы не успеем за все эфиры. Что для тебя с той поры изменилось? Ну, если коротко. Сильнейшим абсолютно образом. То есть, вообрази, ты сидишь себе в интернете, приходят какие-то люди, вытаскивают тебя из рукава и сделают федеральную известность тебе. То есть, ты висишь на столбах, не с того ни с сего. А тебе там что-то говорят, всякие мнения твои интересуются, спрашивают, всякие журналисты всё время заводят, пишут, крутят мозги. Там проблемы всяких анальных карликов, альбиносов, всякие малаховые и всякие вот... Так, 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 так. Ну, как бы, даже у человека с довольно крепкими нервами, каким, безусловно, являюсь я, это и то было тяжёлое очень испытание. То есть, вот просто вообрази себе, что я за этот десяток лет прошёл. То есть, был момент, когда крыша сорвало, ну вот честно. Ну, конечно, её рвало перманентно, неоднократно, тысячу раз. В чём проявлялось? Ой, только что на людей не бросалось. Ну, просто вы в районе сам. Что тут, это же, это жесть какая-то чудовищная. Конечно, на мою личность это какое-то время довольно долго действовало абсолютно деструктивно. Я уж молчу там про все остальное. Вот, и как бы, ну, слава богу, мне уже пятый десяток. Я уже обтёрся, и теперь могу себя хотя бы нормально чувствовать какое-то время. То есть, сейчас ты уже спокоен, и ты вот уверен. Это именно вот наступил этот бриллиантовый возраст, когда уже за 40 началось. Когда уже получаешь удовольствие от каждого прожитого дня, когда никакой суеты, дёрганий и каких-то там несростов с собой, каких-то поисков, внутренних, ещё какой-то херни и прочее вот это вот настоящее с рефлексиями. Всё, отвалилось. Я просто получаю удовольствие от каждого прожитого дня. Вот за этот период прохождения этапа медных труб полностью растерялись друзья и знакомые, скажем так, до прорывной пары? Или кто-то остался из той эпохи? Или полностью сменился? Почти нет, почти нет, конечно. Потому что я тысячу раз изменился за эти 10 лет. Плюс ещё вот этот формат, который мне придала вот эта вот, та итерация, о которой мы сейчас говорили. Нет, конечно, никого не осталось. Остались только мои друзья по старому моему литературному проекту, самому главному делу в моей жизни. Они все до единого остались. Никто никуда не ушёл. А погласите, пожалуйста, весь список, как по одному стилю упарилось. Я не могу никого там оглашать, потому что и так кто там есть, они друг друга все знают, безусловно. А по фамилии сейчас чего? Да, понятно. То есть, та самая тусовка, назовём так, литпрома. Это не тусовка. Так, а что это? Это живой организм. Ребята, которые там со мной в редакции, литпрома открылся в 2002 году, в ноябре. Подавляющее большинство части редакции сидит там с того дня, всё время, почти 20 лет. И никогда ни одного раза, ни один из них не попросил ничего для себя. Всё это всегда работало совершенно бесплатно. То есть, это такое волонтёрство, на самом деле. Это да, это литературное волонтёрство, это подвижничество. Мы сами платим за всё. То есть, мы там помогаем людям эти вот уже там 20 лет. Сколько этих писателей? Я помню, в декабре, расскажу забавную историю, в декабре 2004 года, ужасно далёк его сейчас, притащился к нам какой-то поэтишка и начал чего-то писать, стишки там, публиковать. Ну, ничего, не бесталанный парень. Мы начали его публиковать, конечно. И вот он, а у нас там форум был, помимо, собственно, сайта. И вот как-то раз он в него залез и чего-то там нахамил тогдашнему главреду. Он был недолго тот главред, но он, в общем, был. Тот, а я был замуж главреда первым. И этот мне написал, я бы сейчас этого чувака выкинул нахер с сайта. Я говорю, не, не надо, потому что это, ну, вишня бесталанный чувак. Короче, я его отбивал, наверное, неделю. Сейчас речь идёт, у главреда тогда был Сергей Бедаев, а этот поэтишка неизвестный тогда никому совершенно, был сейчас ныне известный Андрей Орлуша. У меня огромный опыт литературного менеджмента и таких фамилий, и таких историй, которые я сейчас рассказал, их миллион, два, три, десять. Огромное количество, благодаря нам, стало писателями. Вот я делал такой проект, Мулин Рушин назывался, политический ротический глянец. Тогда Быков писал. Да, да, и Дмитрий Львович Быков. А Михаил Леонтьев что-то не писал? Писал обязательно. Он работал в Ордионове тогда. Он был обязан писать. Михаил Леонтьев, мы один из ближайших, дорожайших друзей. Да? Да. Поговорим о нём тогда. Я его очень люблю. О нём тоже поговорим. Я Карлуша просто подвожу, и Быков, когда представлял на страницах издания Орлова, он назвал его самым интересным поэтом «Земли русский» из ныне действующих. Ну, Быков любит такого рода эпитета, потому что Быков вообще человек пустой. Ох, вот. Так, значит, я хотел как раз задать ещё вопрос о Быкове. Кстати, вот я хочу заявить впервые в эфире, что я Дмитрию Быкову, морду разобью при встрече. То есть, лучше не попадаться. Это надо встать в очередь большую, уже записаться в Уэлдон-Кузы-Клапках. Я в очередях не стою. Вот при встрече я расшибу ему морду просто его жирную. И он отлично знает, за что. Недавно, 8 марта, погибла одна из моих любимых женщин всей моей жизни, поэтесса Лолу Льдова, небезызвестная. Эта свинья написала о ней рецензию с какого-то хрена, абсолютно пренебрежительного характера в эту новую газету. Просралось аж целой статьей. Ой, простите, Эрм. Нет, это нормативный. И этот Дмитрий Быков написав ей статью. Мало того, что он в 2006 году брал мне интервью. Это не Кроудбов. То есть, он писал, уже понимаешь, что... Мало того, что этот подлец, я в 2006 году брал интервью для своего собеседника и тоже меня по-всякому показал, так как я не показывал. В смысле, он... Он отцелятина добавлял в мою прямую речь. Это удивительный. Это свинство абсолютное. То есть, с тех пор я забыл просто его существование, никогда не вспоминал. Но сейчас разбилась девушка, 8 марта буквально на днях. Я читал. И эта свинья написала о ней статью, не зная о ней до... Ничего совершенно до этого дня, написала о ней статью в новую газету, за которую, повторяю еще раз, Дмитрий Львович получит пахаре. Прямо сразу, как только я его увижу. А шансы к этому, сами понимаете, они совершенно точно есть. Можно воспринимать это как заявление и бежать сразу в милицию. То есть, морду разобьют Дмитрий Львович. Халу и скотину. Но при этом... Поговорим немного о литературе. Нет, мне хочется понять, мы отделяем продукт от творца. То есть, отношение к Быкову как человеку я понял. Отношение к нему как к поэту, к писателю... Дмитрий Быков поэт, больше никто. Графоман, когда он пишет не поэзию, это сраный графоман. Яйца выедены. Он пишет абсолютно грамотно, кстати. Да, чего, любой корректор пишет за 200 долларов в месяц. Графоман, это графоман совершенно пустой, никакой. Вы знаете, я пытался как-то читать Быкова, как прозаика. Прочитав несколько произведений, я поймал себя на том, что я не помню вообще ничего. Их объединяет то, что вот как начал, закончил читать, ровно в эту же минуту не помнишь, о чем это произведение. И все это написано одним и тем же языком, про одно и то же. И, в общем-то, вспомнить нечего. Я даже название не могу вспомнить. Как Багир его прорвало это время. Я даже не ожидал. Я нажму на такое. Ты знаешь, мне захотелось за что-то защиту Быкова сказать. Это просто кальнуло меня прямо в самый бок, потому что это произошло на днях, натурально. То есть, произошло пару недель. Я не знаю, то, что этот засранец выкинул. Вот в этот раз ему это точно не пройдет даром. Разобью морду. Вопрос действительно очень интересный. Личностные качества человека и творческая его составляющая. Если мы вспомним Пушкина, там тоже было своих довольно много. Про Лермонтова. Да, Пушкина и Лермонтова ни один из нас за столбом с ними не сел. Ему много можно привести примеров из истории, когда человеку просто считали, что его сразу надо бить в совпадках. Моцарта хоронили, ни один человек не пришел. Это известно. Так вот, вопрос. Вот такой провокационный немного. А к себе ты как отношуешься? Вот ты как-то разделяешь в себе человеческую составляющую и творческую? Извини, Олег, я просто добавлю к вопросу, потому что все, конечно, говорили, что первое произведение, самое громкое, оно написано. Ну, собственно, и сам автор признавался, что это не просто... Нет, конечно, это автобиография, безусловно. Да, поэтому здесь вот этот вопрос многослойный. Вот тут это, вы задали такой самый простой, на самом деле, вопрос. Потому что, во-первых, до Гастарбайтера у меня было около сотни рассказов уже опубликованных до этого. Я был вполне известный. Ну, книга первая, о которой заговорили. Это был роман из моей биографии. Во-вторых, когда мне было 20,5 лет, 20,5, у меня уже за плечами было 3 тюрьмы, 2 этапа, хреново тут, что там всяких этих зон, 3 тюрьмы, ну, первое, то есть, посадили здесь, поймали, когда арестовали. Матросская тишина, потом Пресня сразу после осуждения, потом этап. Это на пересылку. Я прошёл уже этот весь путь, как бы, хапанул. То есть, поэтому... А при этом ведь тоже, что до этого тоже что-то было. Я бомжевал, там жил год на Казанском вокзале, например, в 9-ом зале ожидания. До сих пор, да, я думаю, ветераны отделения имеются 6-9 тогда, что при вокзале, но до сих пор меня отлично помнят. Меморальная доска там будет когда-нибудь, я тебе заверяю. Здесь жил, творил, натворил. Она, конечно, там будет, но мы с вами этого не увидим. Я всё-таки попробую достоять на своём вопросе. Насколько ты себе разделяешь... Ты хочешь спросить, меня не вёл ли я когда-нибудь себя как гондон? Вёл, конечно. И не раз. Так. Ну, да. Это нормально абсолютно. Я же писатель, я же не менеджер, я не торговец с осочками от храпа, я вообще не мысляю тебе всеми категориями. Дисциплина какая-то. Какая-то есть творечия, он как раз позиционирован как менеджер. Как человек, который запускает сейчас сайт русской литературы в качестве не менеджера. Мне просто повезло. Понимаешь, вот смотри, возвращаясь к тому, что ты сказал, когда-то у меня было сценарное бюро, оно несколько лет посуществовало, и оно было очень успешным до 2014 года, пока не развалился сам бизнес. Так вот, я, конечно, на радостях, когда это всё запустилось, начало приносить нормальные и серьёзные деньги, я на радостях стал всех собирать, своих ребят, и вот, давайте, парни, я вас привлекаю, пишем сценарий вместе, все вместе зарабатываем. Так вот, оказалось тогда, что писатели, любые вообще, хорошие, плохие, делятся строго на две категории в этом разрезе. То есть, у которых есть чувства киндер-матургии, которые могут писать сценарий, и вот вторая часть, которой нет совсем, не могут никак. Ну, типа Пришлина. Хоть убейся. Не знаю, я с Пришлиным не был знаком, он умеет. Ну, больше. Причем, у него был шанс с нами. Ну, ладно, ладно. Вот, вот, это как раз к литературному менеджменту. Литературному менеджменту, наверное, нет ничего сложнее вообще, потому что среди писателей и поэты известно, что люди крайне ярко выраженные, каждый, безусловно, уникален, каждый, безусловно, с эго, и это эго, пожалуй, в 100% случаев оправданно. То есть, это люди исключительные. И вот, чтобы их собрать, с ними разбираться, делать себе какие-то вещи, и как-то их организовать, и тем более ими управлять, это нужно быть кем-то, так вот, которому это дано. Иди поищи сейчас литературного менеджмента такого уровня, как, допустим, я. Я 20 лет этим занимаюсь, и эти парни мне верят, они со мной уже хрен знают, поскольку лет как куда я. Они готовы идти за мной куда угодно, потому что они знают про меня всё. То есть, ты чувствуешь в себе какое-то призвание педагога? Да никогда в жизни. У меня даже мессианских поток никогда в жизни не было, как уж что педагог. И это просто так вышло, я сам не ожидал, на самом деле, никто об этом даже не думал. Просто сейчас, недавно, у меня есть один товарищ, главный редактор одного журнала, который все знают, он такой трендовый журнал, и вот когда я ему рассказал о том, что я перезапускаю этот проект, причём на свои деньги абсолютно, то есть, он говорит, а в чём бизнес? Я говорю, не в чём, это мои деньги, я буду тратить их всю жизнь, до конца жизни. Он вытращивал глаза, говорит, а тебе зачем? Я говорю, послушай, ты главред, да, как бы трендового журнала, а теперь, пожалуйста, ответь мне на вопрос. У этого поколения, для которого ты делаешь журнал, есть хотя бы один какой-нибудь культовый для них, один, не десять, один писатель или поэт, который для них действительно является чем-то значимым? Он вытращивал глаза, открыл рот, стоприл, вот так вдруг стоприл, я говорю, теперь понял, зачем мне это? Ну что, вот мне кажется, очень важно поговорить тогда про проект и для кого, да, вот сначала для кого? Первый вопрос, это что за поколение, у которого нет в русской литературе нет никаких поколений? Ого! А что, есть что ли? Вы сейчас удивились и вздрогнули. Почему? Многие интересные. Хорошо, хорошо, послушай, послушай, нет? Нет, нет, я просто, это не в качестве полемики. Это не в качестве поколений, нет, здесь нет пространства для полемики, это действительно так. Так, мы сейчас читаем того же Толстого и читаем, допустим, Пелевина. Это для нас с вами когда-то Пелевин был, ух, каким прорывом. А сейчас Пелевин, между прочим, первая книга вышла в году в 95-м, что ли, если вы помните, это уже чёртово третий десяток лет пошел, то есть, это уже русский классик, как ни крути, и он того вполне достойный. Ну, так вот, какая разница, мы про поколение говорим, Пелевин вне поколений, Толстой вне поколений, русская литература вне поколений. Хорошо, а Улицкая? Улицкая – это тоже литература, это тоже сегмент, безусловно. А к проекту? Это не поколенческая литература. А к проекту. Итак, этот проект, он для какого читателя, вот так я бы спросил. А, кстати, я прошу прощения, чуть не до ответа, вот Стругацкие, например, известные в вашей молодости и юности, сейчас ровное место, и, значит, ничего, потому что это были сегментарные чуваки, которые писали именно для своего поколения. То есть, они были конъюнктурщики? Эдакие, это мягко выражаясь, это такие эдакие шестидесятники, но совсем уж конъюнктурные, поэтому сейчас их никто читать не будет, а Пелевина и Толстого будут читать, поэтому вне времени. Ну, это мы, опять же, отвлеклись. Что ты хотел сказать, Олег? Я по-прежнему со своим вопросом на первом месте со старым анекдотом. Для кого этот сайт «Русская литература»? Сначала для кого? Вот кто там будет этому уже… Для всех. Смотри, я сейчас объясню, чем я веду. У нас там есть одна девушка, которая как-то в одну из здравиц или промо-годовщину написала там в комментариях следующий приблизительный текст, типа «Товарищи, вот я в 2007-м еще году сидела у себя в Отрадном и продавала по телефону зубные протезы в Пареволе, понимаешь, да? Потом я пришла на Литпром. Речь идет о Лиде Раевской, она же баба Стифлера, которая известна абсолютно всем, она писатель, сценарист, и все на свете, которая начала у нас на Литпроме, я помню, она даже как-то люлет меня получила у каких-то серьезных, когда пришла, то есть путь был тернист ее к успеху, но она еще писатель, сценарист, она выпускает книги. Ну, она выступает с концертом и все такое, а в 2007 году до Литпрома она впарила зубные протезы по телефону, натурально. И таких людей, ну, если ты, Литпром сделан для того, чтобы русские поэты и писатели становились поэтами и писателями, чтобы они понимали, им там помогут, и их там издадут, потому что издательство это уже открывают до кучи, то есть там все, полный цикл. Повторяю, это не будет бизнесом, мне неинтересно. – Подожди, но если какая-то система или структура не работает как бизнес, условно, она не обязательно может приносить именно деньги, она может приносить какой-то косвенный доход, заказы там, я не знаю. – Какие заказы, на что? – Ну, на сценарий. – Нет, этот проект исключительно меценатский и вот такой вот направленность, благотворительный. Если, ну, нет, я неправильно сказал, благотворительный, это проект, который никогда не будет ориентирован на получение, извлечение прибыли. – Понятно, нам просят, назовем его так. – Ну, он 20 лет стоит на месте, никто ни копейки на нем никогда не заработал. О чем ты говоришь? – Понятно, да, то есть, ситуация такая, эти авторы, если они вдруг, ну, что называется, разовьются на сайте русской литературы и станут известными… – Станут абсолютно. – Если, а когда? – Когда. – Когда станут, они не заплатят никаких комиссионных сайтов русской литературы. – Нет, конечно, нам не надо, то есть, смотри, какая история. – Минуточку, вот я здесь зацеплюсь, нам, это кому? Потому что до этого это воспринялся как сольный проект Эдуарда Багирова. – Сольный проект Эдуарда Багирова воспринимается только потому, что Эдуард Багиров единственный из медийных, единственная медийная фигура из нашей всей старой крепкой команды. – Понятно. – Вот и все, это наша команда. Нам – это наша команда. Все, кто знают, те знают. Одни и те же имена, их даже перечислять незачем. – Понятно. – Так вот, смотрите, какое дело. У нас уже на сайте, сейчас он перезапускается буквально днями, там есть под каждым автором есть форма, где, например, можно денег ему заслать. То есть, минуя вообще все любые эти, без редакции, без ничего. Прочитал, понравился тебе автор, хочешь ему заснуть денег – раз, пожалуйста, заслал. Это раз, это самый минимум. Потом, по издательству. Издательство у нас не для того, чтобы деньги зарабатывать. Издатели, как известно, я как писатель для писателей сделал этот сайт, я отлично знаю все эти подводные камни, я отлично знаю, кто такие издатели. – Алчный. – Да. – Пип, пип. Дальше идет. – Которые насилуют просто. – Педерасты. – Педерасты. – Можно? – Вот только издатели, алчные педерасты. – Недевственные, можешь еще слово добавить. – Пидоры в плохом смысле слова. – Что они делают с начинающими авторами, как они их закабаляют и вообще как издеваются всячески, любой пишущий человек знает прекрасно. Я как один из лучших авторов ЭСТ, один из самых востребованных, один из самых дорогих, отлично знаю, о чем говорю. Ну, так вот, их время подходит к концу. Мы перепашим правила игры на этом рынке, потому что теперь деньги будет получать автор, а не этот гондон, сидящий здесь в исполнении. – Я как автор ЭСТ стал сцикливать. Я перестану издаваться, если Багиров меня не будет издаваться. – Юра Дейкова уже там не работает, поэтому можно и Кремский тоже вынужден иммиграть, принужденный к миру. – Если коротко, идея понятна. – Вот и все. Платить за это буду я, мне ничего не надо. – То есть, за поддержание сайтов. – Конечно. Не поддержание сайтов, а поддержание поэтов и писателей русских. Ты понимаешь, за эти 20 лет я понял, что в стране один остался человек – это я, которому не безразлично. Потому, что когда у человека появляются деньги или влияние, у него, как правило, меняются и предпочтения, и вкусы, и дальнейшие какие-то планы на жизнь. Вот со мной такого не случилось. Я что 20 лет назад жил лет пробом с утра до ночи, что сейчас я думаю только об этом. У меня другого способа там реализации, кроме, естественно, своего личного качества. Я не вижу. – А в Минкульте есть единомышленники? – Я не являюсь единомышленником нынешнего министра культова. Так вот вышло. Да мне на хера, зачем я имею эти единомышленники? – Не знаю. Я без них прекрасно 20 лет обходился, буду я вот ещё. Мне никогда нельзя будет позвонить. Я не Серебряников. Я не попаду в эту жопу и не буду оправдываться, что там кто-то у меня украл миллион рублей. Никогда в жизни. Я ни копейки не возьму. Мне не надо. – Если ты не пьёшь с ворами, то можешь не опасаться за свой кошелёк. – У меня пятый десяток, я уже что-то понимаю. Я в политике хрен знает сколько лет там вокруг живу. То есть, я правильно понимаю, что оценка ситуации вокруг Гугл-центра в твоём понимании не носит политического какого-то… – Жень, мне насрать на Гугл-центр. Мне насрать на Серебряникова, насрать на его проблемы. Я только вижу, что чувак, который имел отношение к бюджетным деньгам, в какой-то момент его схватили за жопу, и это оказалось самым слабым его местом. При этом мы говорим не о хрене собачьей, а о парне, который является международным признанным русским режиссёром. – Не рукопожатно выступил сейчас. – Кто? Я-то? Мне насрать на их, на всех. Ну, реально. Я вообще их глаза не видел. Не увижу, я надеюсь. Очень надеюсь. Не увижу. Поэтому я отвлечённый. Мы говорим о бюджетных каких-то этих. Мне нельзя позвонить из Минкульта и сказать «сними, пожалуйста, этот текст». И никогда. Будет нельзя. Вот и всё. Я ни копейки не возьму у них под какие-то любые обязательства. Никогда в жизни. Ну, сейчас эти светлолихие говорят, что, в принципе, наступает пора жесточайшей цензуры, которая будет круче, чем при Сталине. – А ты что имеешь в виду? Чисто какой-то костролог? – Я не знаю, говорят, что 1937 год пришёл. – Говорят, во-первых, давно, но… Скажем так, есть звоночки. Слова «суверенный интернет» всё чаще повторяются в сети. Всё больше полномочий даётся Роскомнадзору, который может перекрывать краники. – Он не может Роскомнадзору. – Да. Пока не может. – Там сидят скобари, которые, помнишь, в прошлый год на Телеграме, как они долетели? – Это было. – Оржали всем интернетом. – Но обращаю на это внимание на то, что всё больше и больше депутаты Государственной Думы обсуждают этот вопрос, и всё больше полномочий даётся. И в первую очередь… – Вот этот закон, извини, что закон об запрете оскорбления власти, который трактовать можно вообще как угодно. – На усмотрение прокуратуры. – Да. – Ну, это гиперболо тоже. Я же слежу за процессами в повестке, как ни крути. Я понял, что ты хотел узнать, и вот я сейчас объясню. Смотрите, какое дело. Я один из самых, в своём, 10 лет назад активных интернет-пользователей со своей позицией налетал столько на вот эту анонимную, так сказать, критику. То есть, иногда заходишь, набираешь свою фамилию. – О, да. – И выпадаешь в тяжёлый, лютый депресс. – Депресс. – Депресс. – Впадаешь в полную прострацию, вообще какой-то хрен, где-то, чёрт ты где написал такое про тебя. И у нас всерьёз, серьёзные тяпки ещё фотографии привесят. Например, мне, например, писали, что я сидел за изнасилование малолетних, сотрудничал с лагерной администрацией, являюсь каким-то единороссом, вообще правительственные награды какие-то имею. Короче, на полном серьёзе это всё писалось. А это дичь какая-то дикая совершенно. Сначала мне было смешно, а потом уже, когда мне начали звонить всякие серьёзные люди, говорят, что там написано, я говорю, блин, это не про меня, это какое-то будило высосало из пальца. Вот такие вещи надо пресекать. Вот есть точка совпадения с тем же Дмитрием Львовичем Быковым, который выступает против анонимности в интернете. Я с ним в этом случае согласен абсолютно полностью, потому что анонимность предполагает какую-то махновщину и безнаказанность, а когда… Спецслужбы всё равно найдут, из кого надо. Спецслужбы, бог с ним, сейчас мы не об этом. Мы сейчас говорим о разных вещах совершенно, о разных планетах. То есть, тогда, когда мы начинали в интернете, интернет был, это была закрытая зона, где была супер какая-то маленькая тусовка, которая все там… Эти ЖЖшные? Типа того, ещё до ЖЖшной временем имею в виду. ПРО вообще открылся во втором году, ещё ЖЖ тогда не был, в том расцвете, что был. Так вот, раньше это была махновщина, и это была такая весёлая махновщина. Сейчас интернет – это самое обычное общественное пространство, вроде Красной площади. Теперь там нельзя просто так взять и насрать, теперь за это выебут. Вот это уже не нормативное дело. Я прошу прощения, товарищ майор, мы больше не будем. Зачёркиваю, меняем на трахнут. Так, хорошо. Теперь за это трахнут. Вот анонимность исключить в интернете – это здоровый, адекватный абсолютно шаг. Потому, что человек не анонимный, он десять раз подумает. Ну, а правильно ли то, что у нас на федеральных каналах нету многих из тех людей, которые рассматриваются… Ты кого, Навального, что имеешь? Ну, это классический пример, который меняют мои курсанты, студенты говорят. А вот почему Навального нет на вашем телике? Я не знаю, кого вообще волнует этот телик сейчас, в 2019 году. Ну, лично на мой взгляд, если бы я его даже спотрел, то Навальный, в принципе, нормальный шоумен, нормальный бы отжигал, я не знаю, что он там. Кричать «Путин вор» – это, да, низкий уровень, но Лёша, по-моему, уже прошёл этот уровень. Умеет лучше. Кстати, вот мы про деньги говорили, про дотации. Почему… Ну, наверное, про знакомые с 2006 года, я знаю, про шею. Почему больше всего собирают денег из журналистской страты, если мы рассматриваем, это вот Аркадий Бабченко, Айдер Мужзабаев, то есть, люди, которые строят на антипутинской риторике, они там вот эти гривны собирают, ну, достаточно много, то есть, стоит вот прокличать там «Путин вор»… И сразу вот мы едут с кошелёком. Если уж опять миллион бурятских танкистов напали на нашего киборга. У них же аудитория украинская, нашли одним поражать. Не думаю, кстати, я думаю, что есть. Бабченко Яркий очень автор, я его тоже читаю периодически. Вроде бы поступают деньги в… Может, добавь, втащим мудак, о нём речи нет. То есть, это под пузырь кирпич просто, у него 8 пачек маргарина в албу, а с ним говорить речи. А Бабченко, он знает, что он делает. Айдер, мне кажется, что он очень-очень… А чего его утащили сразу в руководство этого АТР-канала? Ну там, да, не просто. Но, тем не менее, про популярных блогеров, которые делают деньги на критики власти. Бабченко. Ну пожалуйста, а чего нет-то? Ничего нет. Ну он Шарий у нас сидит, он тоже критикует, только украинскую власть, он тоже прекрасно зарабатывает, мне кажется. Талант должен быть оплачен. Тем более, публицистический талант, а тем более, какой-то журналистский талант. Почему нет? У меня личного оценочного мнения по поводу Бабченко нет. Он, конечно, шлизик, он, конечно, долбанутый, но он яркий, юродивый. Он трясёт, как бывали со средних веков, по-моему, выходит какой-то у Василия Блаженовного трясёт своей мошной и перхотью какой-то мудил. Ему туда денег в кубышку скидывают. Не так много, как Бабченко, мне кажется, скидывали. У Бабченко голая жопа, нет, вообще ни хрена у Бабченко. Он идут на всякий раз зарабатывает. Я ему как-то один раз заслал 1 рубль, кстати. Я думаю, что все ему так и засылают. Скажи, пожалуйста, а вот ты когда-нибудь выбирал жанр провокации как способ заработать? Нет. Никогда ни одного раза не приходилось. Жанр провокации я выбирал часто и спокойно. Я же писатель. Я вообще могу чего угодно. Любой жанр. Это просто моя профессия. Я могу чего угодно сделать с русским языком и с письменным русским языком. Я могу тебя, например, создать с полного нуля, и ты будешь как живой. Спасибо. Пока не надо. Я умею с письменным русским приблизительно всё. И, конечно, я периодически кидал всякие провокации всякого разного рода. Получал за это даже призы и на контркультурных сайтах как-то давно. Но в качестве заработка нет никогда. Незачем. Я хотел всё-таки продолжить тему с ограничениями. Тут же ненормативную лексику, которую я как носитель… Которую мы иногда употребляем. Если у меня на сайте, у меня будет ненормативная лексика. Это ответ на первую часть вопроса. А почему у нас из кино убирают русский язык? Ну, сейчас вот… А в кино у нас когда было? Мы когда росли в наших фильмах на тех, чтобы… Ну, когда-то да. В начале 90-х, по-моему, это очень много. И даже мэтры использовали. И как-то, в общем, от этого в обморок никто не падал. И графство с ней не обрушилось в державном масштабе. Я считаю, что нет. Потому, что когда мы росли… Знаете, если бы ты взял кинематограф как релевантный вполне пример. То есть, ни в нашей литературе, на которой мы росли, ни в нашем кино, на котором мы с тобой росли, не было ни слова матом. Хуже они от этого не стали. Ну, а в андеграундной музыке, которую мы слушали, там у того же Гребенчакова бывали очень красивые поэтические обороты. Гребенчакова в прайм-тайм после программы «Времени» показывали. Это была нормальная андеграундная культура. Она, конечно, тогда была в лучшем, конечно, положении, но со временем тоже… А, кстати, как оценка нашей, уцепился просто… Да, вообще, как это рок-страти ветеранов КБГ, Шевчукум, Андрея Владимировича Макаревича… БГ серьезнее, чем парень. А? БГ очень серьезный парень, безусловно. Макаревич, ну, как и был там, я не знаю, группа «На-на», это одно и то же. Обидно сейчас уже за многим. Мне тоже, кстати. Я скажу, слушай, я литературный редактор с 20-летним стажем. Я, в первую очередь, рассматриваю это как русский язык. А если мы говорим… Я готов даже поговорить о современных каких-то вещах, которые я тоже знаю, потому что… Ну, вот потому что. Вот Оксимирон, например. Это вообще бог русского языка. То есть, парень – это русский поэт огромного, массивного, колоссального таланта. То есть, он мало того, что в Оксфордах всяких там учился, это просто один из эпизодов биографии. Человек чудовищно начитан невероятной одарённости русский поэт. И вот таких сейчас тоже их очень много. Просто вопрос в том, что некому систематизировать и показывать как-то централизованно. С Оксимироном в администрацию президента, условно говоря, не пойдёшь. С Оксимироном как-то. Ну, некому идти. А я пойду. Я пойду везде с ними, со всеми. Я вычешу все таланты из России. И поэт и писатель. Скажи, пожалуйста, у меня к тебе такой ещё вопрос. А ведь у нас есть союз писателей в стране? Я извиняюсь, конечно. Я-то не писатель. Но вам должно быть что-нибудь подослышке известно. Ты задал очень… Да, это очень хороший вопрос. Потому, что он, конечно, есть. Я, ладно, как обычно, я буду лупидарен, как бы, без всяких эгивоков этих всех. Там сидят, доживают вот эти хрычи советские, которые ещё с дачами там всяких… Переделки. Переделки. Вот они там в памперсы пока дохаживают. Вот скоро они повымрут, и о них вообще все забудут. Ни один из моих знакомых писателей никогда не подходил к союзу писателей до километра. Потому, что нам нахер не надо. У нас есть свой союз писателей. Вот 20 лет это будет в ром. Сейчас это будет русская литература. Все писатели будут там. Дачи сейчас никто не раздаёт. Да, если там есть другие способы, собственно, заработка и поддержки. Конечно, литература и поэзия всегда, так или иначе, будут дотационными. То вот в этом видишь… Везде в глобальном масштабе или у нас? Ну, глобально, конечно же. То есть, сейчас в России заработать именно на том, что ты написал книжку и издал её каким-то тиражом, это довольно сложно. Дарья Аркадьевна – это бизнес-проект, это не писатель. Она декларировала 25 романов в год еще несколько лет назад. 25 романов в год не может читать. Это негры пишут? Конечно, негры – это 100%. Это бизнес-проект. Это имя. Ну, как-то все выражают. Даже эти говнокнижки, которые она писала, она официально декларировала 25 в год. Ну да, понятно. Это у тебя одновременно четыре романа в разных стадиях. Дарья Аркадьевна – прекрасная женщина, прекрасный бизнес-проект, но творческая литература это не имеет никакого совершенно отношения. Понятно. Скажи, пожалуйста, вопрос такой. На чем же пишущий человек в России может заработать? Пишущий фикшн. Сейчас возвращаясь к тому, что я начал говорить, но мы ушли в сторону. Если сейчас он пойдет к издателю, он не заработает ничего ровно, ни копейки. Им в лучшем случае жопу вытрут. Слово «жопа» можно говорить в эфире? А вытрут? Сейчас у нас на этом сайте, повторяю, первое, что после прочтения текста, зашёл ты, допустим, ко мне на сайт русской литературы, прочёл текст какой-то, тебе он понравился. А если зацепил, то прям сразу форма. Дать денег, занести денег автору. Ты берёшь и делаешь это на эмоциях, это честно, ты получил эмоцию, в этот же ровный момент ты отблагодарил за неё. Ну да, как кинул денег музыкантам. Вроде того, сейчас до вот этого, мы переделаем правила, мы перепишем правила. Там будет опция краудфандинга на этом сайте? Так это и есть. Это не в чистом виде краудфандинг, потому что краудфандинг подразумевает какие-то ништяки для человека, который дотацию делает. Нет, краудфандинг для моего сайта не нужен, я сам краудфандинг. Я меценат, я буду этим заниматься, денег у меня дофига. Я хочу всё-таки уточнить свой вопрос по поводу того, как писателю в России заработать денег. Вот тебе что-то, у тебя что-то удалось, я так понимаю? Ну, я пропил всё заработанное на литературе ещё в 2008-м году. То есть, с одной стороны, да, потому что моя жёсткая позиция всегда была сначала талант, потом деньги. Такая последовательность, а не наоборот. И при этом в хобби, ну как хобби, если ты писатель, это не хобби. Если ты поэт, извини, чувак, это не хобби. Да, это неизбежность, а я просто сделаю так и уже начинаю делать, что на этом можно будет ещё и заработать на жизнь. Пока это не так. И я хочу изменить, я хочу переломить эту ситуацию. И у меня есть возможности, у меня есть связи, у меня есть административные ресурсы, у меня есть хрен знает что, включая даже деньги. То есть, я это сделаю абсолютно точно. Я не прошу этого. Немножко от наших, Баранов, глобальным проблемам. Я хотел бы услышать от Багирова оценку следующего тренда, который образовался в Нобелевском комитете. То есть, вот у нас Алексеевич и Боб Дилан, мне хотелось бы комментарий. Боб Дилан сам отлично прокомментировал. Серьёзно, как мы говорим, это профанация или нет, или это смена каких-то… Нобелевский вариант по литературе. Это даже не профанация, это дырка от публика, это не стоит нашей минуты обсуждения. Конечно, это политизированная абсолютно история, которая к литературе не имеет никакого отношения. Я Алексеевич читал ещё в 1989 году, когда бы и все его, по-моему, начинали про его читать. Это ужасное, страшное говно, его читать нельзя. Это унылая срань, которую вот, я не знаю, это должна быть последняя книга на свете. Чтобы её можно было просто взять и читать. Ну, мы же всё понимаем, мы читали все, нас обманешь, но читали это сами. Ну, и какой нахер? Нобелевский лауреат Алексеевич. Ну, чего-то, просто достаточно прочитать, чтобы всё понять. Херня это всё сраное. У нас свои премии будут. Да, слушай, вот я сижу и, знаешь, немножко чурчу, я всё записываю в столбик людей, которых ты публично оскорбил. Ну, просто чтобы… Да, не хватит бумаги. Да. Столько чернил в принтере нету. Э, ты заметь, Олег, ты меня знаешь, вторые десятки лет. Да, да. Я хоть раз за это время зарекомендовался неадекватным человеком. Да нет, ты знаешь, как всегда, критерии нормы, ты сам понимаешь. А скажи, пожалуйста, тут осталась буквально одна минута. Ты хочешь меня ещё хоть оскорбить? Нет. Пожалуйста. Вопрос – сколько человек вы сможете оскорбить за одну минуту? Хочешь по делу? Если я имел дикцию Тины Кандулаки, я человек четыреста оскорбил. У меня такой нет. За мной идти нет. Осталось так плохо. Я её обожаю. Скажи, пожалуйста, из-за твоих заявлений у тебя были конфликты с людьми? Дождрались. Дождрались, да? Ну да, и не раз, и не два, и не все. То есть, для себя это норм, как говорит молодое поколение? Ну, вот мы опять вернулись на чуть-чуть тонкий лёд. Там сейчас, например, чтобы мне с кем-то подраться, причина нужна. А раньше не надо было? Да, раньше я её мог сам создать. Получить по морде или дать кому-то по морде, это нормальное развитие. Понимаешь, есть нормальная эволюция человеческая, особенно мужская. И я, кстати, до сих пор, несмотря ни на какой возраст и всё остальное, абсолютно свято верую и знаю доподлинно, что среди мужчин абсолютно точно существуют конфликты такого рода разрешений, которых возможно только одним способом. Отличная тема для нашей следующей встречи. Надеюсь, что в этом же составе. В эфире была программа «Мимо нот» и Олег Дружбинский, я и Евгений Додельф допрашивали Эдуарда Багирова. Мне понравилось. Спасибо. Расспрашивали. Спасибо. Спасибо, что пришёл. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова